Могилёв Могилёв Мы хотели показать соприкосновение двух миров, двух реальностей, то есть парня и девушки. И вообще, как идею побудила сама песня. То есть там заложены какие-то противоречивые чувства. Главной героиней клипа стала актриса театра и шикарная брюнетка Ирина Пешкова. Мне понравилось. И в дальнейшем, вдруг, если повезёт, будем вместе работать. Анатолий Кузьминчёв притворился главным героем, ради чего вошёл в образ и высек из себя огонь эмоций и переживаний. На самом деле, немного тяжеловато было. То есть я не актёр профессиональный, и для меня немножко войти в роли было сложнее. Но тем не менее, не без помощи сделали. На общем фоне всякому хочется отличиться и выделиться. А потому места для съёмок порой выбирают самые неожиданные. Снимали по всему миру. Выбрали самые мрачные места. Темные. Да, тёмные тона клипа. Поэтому выбрали более-менее такие места, подходящие к атмосфере клипа. Ну, а вот, например, что? Заброшенное здание психотической больницы. Для качественного и интересного видео хорошей съёмки и чистого монтажа недостаточно. Нынешние клипмейкеры навешивают финтифлюшки спецэффектов и компьютерной графики. Если же это дорого, нужно брать смекалкой. Одна из, скажем, таких очень смелых и гениальных идей нашего режиссёра Жени была снять сцену с огнём. Это будет зрелищно. Было очень тяжело сделать. Большое спасибо сотрудникам. Им сейчас нам помогли. Дебютный клип готовится выйти в массы уже к концу июня. Но, конечно, без трудностей не обходится. Главные трудности, наверное, были больше с организацией съёмок, обеспечением всего необходимого. То есть нам нужно было, если какая-то сцена с какой-то изюминкой, да, то есть мы должны были просчитать, как это сделать, что для этого потребуется, какие силы для этого нужно будет привлечь. Не рады на тридцать этаж тащить. Да. Он был нелёгкий. Участники группы – ребята смелые и со своими планами. Занимаются любимым делом, не останавливаются на достигнутом. И понимают – успех и признание легко и просто не даются. В ближайшее время будет запись альбома всё-таки, выпуск его. Затем планируется ещё, наверное, на одну песню мы будем снимать клип в скором времени. Но это, опять же, только после записи. Хотим, как и все, то есть большой сцены, чего-то большего. Но, тем не менее, понимаем, насколько это возможно и какие усилия для этого нужно приложить. То есть, как говорится, хотеть не вредно, нужно работать. Поэтому достаточно много времени выделяем творчеству. То есть, мы поставили цель и вредно мы, наверное, идём к ней. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ